здравствуйте ребята тема нашего урока приемы устных вычислений прозвенел звонок для нас все зашли спокойно в класс встали все у парт красиво поздоровались учтиво тихо сели спинки прямо вижу класс наш хоть куда мы начнем урок друзья сегодня на уроке мы будем отрабатывать приемы устных вычислений помогать нам сегодня будет толстячок живет на крыше а летает он всех выше он самый веселый на свете поэтому нравится детям правильно ребята это карлсон вместе с ним мы отправимся в город математики в этом городе живут девочки и мальчики они считают без труда без калькуляторов и пальчиков приглашают вас ребята также быстро посчитать вычислите выражение запишите только ответы проверьте себя 300 плюс 60 равно 360 200 плюс 53 равно 253 405 плюс 50 равно 455 713 минус 13 равно 700 920 минус 20 равно 900 735 минус 5 равно 730 635 минус 600 равно 35 172 минус 2 равно 170 вставьте вставьте в окошке пропущенные числа ставьте в окошке пропущенные числа вставили 589 590 590 591 затем 593 и 595 запишите цифрами числа 7 сотен 5 сотен 7 десятков 4 сотни 2 десятка 3 единицы 6 сотен 9 единиц представьте числа 490 и 351 в виде суммы разрядных слагаемых проверьте себя 490 это 400 плюс 90 351 это 300 плюс 50 и плюс 50 и плюс 1 сколько сотен в числе 300 в числе 300 три сотни сколько сотен в числе 800 в числе 800 8 сотен сколько единиц составляют пять сотен пять сотен это 500 единиц пять сотен это 500 единиц сколько единиц составляют 24 десятка 24 десятка это 240 единиц сколько единиц сколько единиц составляет 7 десятков 70 единиц сколько единиц составляют 12 десятков 12 десятков составляют 120 единиц сколько всего десятков в числе 810 В числе 810 – 81 десяток. Сколько всего десятков в числе 560? В числе 560 – 56 десятков. Молодцы, ребята! Малыш, друг Карлсона, решил примеры. 300 отнять 200 – получится 100. 300 – это три сотни, отнять две сотни, а останется одна сотня. Второй пример. 9 сотен прибавить одну сотню, будет 10 сотен или 1000. Аналогично он решил и примеры на вычитание. 800 отнять 500. 8 сотен отнять 5 сотен, получится 3 сотни или 300. Объясните остальные примеры Карлсону самостоятельно. Проверьте себя. Сумму 90 и 80 заменим суммой 9 и 8 десятков. Получится 17 десятков или 170. От 130 нужно отнять 60. Заменим разностью 13 десятков и 6 десятков. Останется 7 десятков или 70. Запомните. При сложении и вычитании чисел, запись которых оканчивается нолями, всегда можно заменить их действиями сотнями или десятками. Решите примеры, заменив числа, оканчивающиеся нолями, сотнями и десятками. Проверьте себя. 300 плюс 400 равно 700. 3 сотни плюс 4 сотни равно 7 сотен. 700 плюс 200 равно 900. 7 сотен плюс 2 сотни равно 9 сотен. 800 минус 100 равно 700. 8 сотен минус 1 сотня равно 7 сотен. 900 минус 400 равно 500 9 сотен минус 4 сотни равно 5 сотен 60 плюс 50 равно 110 6 десятков плюс 5 десятков равно 11 десятков 40 плюс 80 равно 120 4 десятка плюс 8 десятков равно 12 десятков 160 минус 80 равно 80 16 десятков минус 8 десятков равно 8 десятков 180 минус 90 равно 90 18 десятков минус 9 десятков равно 9 десятков Руки вдоль туловища Левую руку на плечо Десять, правую руку на плечо Одиннадцать, левую руку на пояс Двенадцать, правую руку на пояс Повторить Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, молодцы! Теперь давайте решим следующий пример От четырехсот шестидесяти нужно отнять тридцать Представим число четыреста шестьдесят в виде суммы разрядных слагаемых Четыреста и шестьдесят Из шестидесяти вычтем тридцать, будет тридцать Да еще четыреста получится четыреста тридцать Разберем следующий пример К четыремстам шестидесяти прибавим триста Также заменим четыреста шестьдесят суммой разрядных слагаемых Сложим сначала сотни, получится семьсот И прибавим шестьдесят, будет семьсот шестьдесят Решите примеры, представив числа в виде разрядных слагаемых Проверьте себя Шестьсот двадцать четыре минус двадцать равно Шестьсот двадцать четыре это шестьсот плюс двадцать четыре Двадцать четыре минус двадцать будет четыре Шестьсот плюс четыре равно шестьсот четыре 475 плюс 200 475 это 400 плюс 75 400 плюс 200 будет 600 600 плюс 75 будет 675 362 минус 60 362 это 300 плюс 62 62 минус 60 будет 2 300 плюс 2 равно 302 553 плюс 400 553 это 500 плюс 53 500 плюс 400 будет 900 900 плюс 53 будет 953 Решите задачу. Малыш и Карлсон отправились в путешествие. На поезде они проехали 420 километров, а на автобусе на 200 километров меньше. Сколько всего километров проехали Малыш и Карлсон? Проверьте себя. Решение. Первое действие. Первое действие. 420 минус 200 равно 420 это 400 плюс 20. 400 минус 200 будет 200. 200 плюс 20 равно 220. 220. 220 километров проехали на автобусе. Второе действие. 420 плюс 220 равно 400 плюс 200 будет 600, 20 плюс 20 будет 40. 600 плюс 40 будет 640. Ответ. Малыш и Карлсон проехали 640 километров. Решите задачу. Решите задачу. Фрэкенбок испекла 130 плюшек. 70 из них съел Карлсон. Сколько плюшек осталось? Решите задачу самостоятельно. Проверьте себя. 130 минус 70 равно 60 плюшек. Или 13 десятков минус 7 десятков равно 6 десятков. Ответ. Осталось 60 плюшек. Помогите малышу решить примеры. Проверьте себя. 730 плюс 20 равно 30 плюс 20 будет 50. 700 плюс 50 равно 750. 730 плюс 200 равно 700 плюс 200 равно 900. 900 плюс 30 равно 930. 250 плюс 40 равно 50 плюс 40 равно 90. 200 плюс 90 равно 290. 250 плюс 400 равно 200 плюс 400 равно 600. 600 плюс 50 равно 650. 840 минус 300 равно 800 минус 300 будет 500. 500 плюс 40 равно 540. 840 минус 30. 40 минус 30 будет 10. 800 плюс 10 равно 810. 680 минус 50 равно 80 минус 50 будет 30. 600 плюс 30 равно 630. 680 минус 500 равно 600 минус 500 будет 100. 100 плюс 80 равно 180. Найдите верный ответ и запишите. Если 700 увеличить на 200, то получится А. 500 Б. 600 В. 900 Уменьшаемые 9 сотен, вычитаемые 4 сотни. Значение разности А. 760. В. 500. В. 300. 15 десятков отнять 7 десятков получится А. 80. В. 22 десятка. В. 800. Проверьте. Проверьте себя. Сегодня на уроке мы отрабатывали приемы устных вычислений. При сложении и вычитании чисел, запись которых оканчивается нолями, всегда можно заменить их действиями, сотнями и десятками. Выберите цветок для Фрэкинбок. Если вам легко было справиться с заданиями и у вас хорошее настроение, подарите ей желтый цветок. Если вам выполнять задание было трудно, не все получалось и вам немного грустно, то подарите синий цветок. Если вам выполнять задание было трудно и необходима помощь учителя, то подарите Фрэкинбок красный цветок. Ребята, спасибо за урок. Субтитры сделал DimaTorzok